Барокко или танго, бах или пьет-соло – зачем выбирать? В одном концерте объединились музыкальные шедевры разных эпох. Именитые исполнители Елена Ревич, Рэмурасин, Борис Андрианов и Николай Севчук, музыканты, которые выступают на лучших концертных площадках России и мира, подарили губкинским зрителям новый взгляд на классику. В этот вечер концертный зал наполнился волшебными мелодиями Генделя и Баха, Чайковского и Шостаковича. Фортепиано, скрипка, баянный виолончель, шедевры классики и сочинения композиторов XX века прозвучали в камерном сочетании инструментов. Настолько мощная и интересная программа в ансамбле, в музыкировании, что хочется именно показать эту сторону исполнительства. Исполнительство. Зал слушает достаточно внимательно. Происходит вот этот некий синтез, да, вот эта химия, когда обвинився энергиями, то есть мы что-то даем, они нам дают за это взамен. То есть все это работает, происходит, и публика потрясающая. Прекрасная музыка и великолепное исполнение – соприкосновение с настоящим высоким искусством подарила губкинским зрителям массу ярких эмоций и впечатлений. Сегодня решили попробовать новые впечатления и поближе сесть к исполнителям. Поэтому ощущение такое, что ты вместе с ними расходишься в сцене и играешь. Все понравилось – исполнение, уровень, мастерство артистов. Замечательные впечатления, очень хороший концерт. Знакомые нам уже эти артисты, они приезжали сюда. Концерт вызывает чувство восторга, радости и причастности к чему-то великому и высокому. К тому, к чему, к сожалению, в ежедневной жизни прикасаемся нечасто. Сегодня практически нет уголков российского культурного пространства, в которые бы не побывали музыканты с мировой славой. Для них нет маленьких городов, есть большая музыка, и она звучит для всех. Ирина Заикина, Олег Короткевич, новости Губкинского.